Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим оригинальный и в некотором роде уникальный сыр Баттеркази. Сыр родом из Германии, уникальный его в том, что в интернете вы второго рецепта не найдете. Во всяком случае я искал рецепт и не нашел. Готовим по рецепту предоставленному нам интернет-магазином сырок.com.ua. Также готовим из набора, который мы приобрели в интернет-магазине сырок.com.ua. Несколько слов о самом интернет-магазине. Ну в первую очередь его преимущество перед всеми остальными сырными интернет-магазинами то, что можно приобрести ингредиенты отдельно. Закваски термофильные, мизофильные, термомезофильные, ферменты, хлористый кальций. Все виды плесени вы можете приобретать отдельно, начиная от 5 литров молока расфасованные. Помимо этого большое количество готовых рецептов, готовых наборов для приготовления сыра. И вот чем классно, то есть до этого я покупал в других интернет-магазинах наборы, когда я рецепт вынужден был тщательно перепроверять. По той причине, что ну очень многие берут, просто копируют рецепты с каких-то сайтов, вставляют себе, делают какой-то набор. Преимущество интернет-магазина сырок.com.ua в том, что его руководитель, идея и вдохновитель Андрей сам сыровар. И он сам варит сыры, и он сам эти рецепты опробует и составляет. Поэтому рецепты, получается, проверенные. И когда готовишь, я уже делал несколько сыров, получается, когда готовишь, не боишься, тебе не надо рыть кучу информации, собирать по крупинкам неточности данные в том или ином рецепте, а ты получаешь практически готовый рецепт. Значит, для приготовления сыра Butter Kaiser, вот в переводе с немецкого, может меня поправите, но мне кажется, что Butter это масло, а Kaiser это что-то связанное с монаршей особой. Ну вот какой-то масляный царь может на самом деле глупости, говорю, конечно. Для приготовления нам понадобится цельное коровье молоко. Чем еще интересен этот сыр? Он имеет очень интересную такую структуру маслянисто-сливочную. Это полутвердый ломтевой сыр. И он интересен тем, что он имеет короткий срок вызревания. Также не сложен в приготовлении. Ну, давайте по традиции пройдемся по ингредиентам. Я сказал короткий срок созревания. Срок созревания всего лишь месяц. В первую очередь молоко. Есть молоко сыропригодное, есть несыропригодное. Мы используем фермерское молоко. Молоко должно быть обязательно вчерашней дойки, ни в коем случае не свежее, не только что надоенное. Обязательно вчерашней дневной дойки. После дойки молоко должно быть охлаждено. Но слитки мы не снимаем, так как короткий срок созревания и сыр без плесени, то молоко не пастеризуем. Если у вас есть хоть какие-то сомнения в молоке, его лучше пастеризовать. По поводу магазинного молока. Подходит пастеризованное молоко для приготовления сыра, не подходит ультрапастеризованное молоко и молоко длительного срока созревания. В ультрапастеризованном молоке нарушена структура, мы не получим правильный сгусток. В молоке длительного срока созревания такое количество огромное антибиотиков, которые подавляют молочнокислые бактерии, что просто мы не получим эффекта повышения кислотности, бактерии не будут в нем развиваться и, соответственно, сыр не получится. Далее, нам понадобится, можно использовать набор, в описании видео вы найдете рецепт и найдете все необходимые ингредиенты с количеством на 20 литров молока. То есть, так как я использую набор, тут есть термомизофильная закваска и есть молокосвертывающий фермент. Что классно, интернет-магазин 40.com.ua наборы продает в изотермических пакетах, не в каких-то зип-пакетиках распакованных, а в запаянных изотермических пакетах. То есть, если у вас нет доступа, допустим, в России, к примеру, хотя вроде бы отправляют наборы и в Россию, ребята. Ну, так с ними не говорил, на эту тему. Ну, в общем, можно купить просто в России, в обычном интернет-магазине, если вам понравится рецепт. Термомизофильную закваску, молокосвертывающий фермент и хлористый кальций. По поводу норм внесения хлористого кальция. Есть много очень разных версий. Я озвучу нормы внесения по ГОСТам СССР. Непастеризованное молоко мы готовим из непастеризованного молока. Хлористый кальций вносится из расчета 10 грамм сухого хлористого кальция на 100 литров молока. Мы будем вносить в растворе. В пастеризованное молоко вносится 30-40 грамм хлористого кальция на 100 литров молока. Ну, сухого хлористого кальция. В общем, я уже заговорился. Соответственно, мы делаем 10% раствор хлористого кальция. И используем для непастеризованного молока 1 мл, можно отмерять шприцом, 1 мл раствора на 1 литр молока. Для пастеризованного молока 3 мл 10% раствора на 1 литр молока. Поэтому все понятно. Надеюсь, что очень подробно объясним. Для приготовления нам понадобится форма с поршнем, потому что сыр нужно прессовать. Понадобится ковш, лира или нож для нарезки с густом и друшлаг с марлечкой. Естественно, понадобится еще какая-нибудь ложка, с которой мы будем мешать сырное зерно после его постановки. Так как тут в процессе надо будет ставить зерно, естественно, и понижать кислотность. Обязательно все оборудование, которое вы используете при приготовлении сыров, нужно либо пастеризовать, то есть в кипятке, либо простерилизовать, допустим, раствором, ну не раствором, а 9% уксусом протереть все. Но мы предпочитаем кипяток. С молока сливки не снимаем, так как сыр должен получиться достаточно жирный. Итак, друзья, в первую очередь мы, так как у нас молоко коровье, мы его процеживаем через марлечку. Сейчас расскажу почему. Как вы уже знаете из предыдущих наших видео, друзья, мы с Ларисой категорически не рекомендуем нагревать молоко на огне. Мы нагреваем вот такой вот водяной бане, это мармит. Если вас интересует, у нас на канале есть обзор этого мармита, то есть это оборудование для столовых. Если у вас нет такой штуки, используйте классическую водяную баню, две кастрюли, большую и меньшую. Большую набираете воду, так, чтобы когда ставите туда меньшую, донышко меньше и касалось поверхности воды. И уже после этого ставите всю конструкцию на нагрев и нагреваете. Потому что если просто кастрюлю поставить на огонь и в ней нагревать молоко, донышко кастрюли разогревается до температуры 250-300 градусов. В контакте с донышком все бактерии погибают, в том числе нужные нам молочно-кислые. Если мы процеживаем молоко, это касается только если мы процеживаем свежее молоко, фермерское. Если мы процеживаем пастеризованное молоко, эта операция совершенно не нужна, магазинная. Если мы фермерское молоко будем пастеризовать, то тоже его надо процедить. Почему? Потому что в свежем молоке есть пенки, есть сгусточки. Есть вот такие вот, ну это сгусточки молока, которые образовываются в процессе, после дойки, в процессе того, как молоко созревает. Так вот, если эти сгусточки попадут в наше молоко, мы туда внесем закваску. Все колонии молочно-кислых бактерий сконцентрируются таким облаком вокруг этих сгусточек. И все молоко у нас не прокиснет. То есть колонии не распределятся бактерии молочно-кислых, не распределятся по всему объему молока, а будут концентрироваться вокруг сгусточков. Таким образом мы не сможем поднять кислотность. Сейчас мы процеживаем все молоко и возвращаемся к вам. После того, как молоко процежено, включаем нагрев, какой бы у нас нагрев ни был, и помещаем молоко к щупку кулинарного термометра или любой другой прибор для контроля температуры. Нагреваем молоко до температуры 39 градусов. Когда температура достигла 39 градусов, у нас это происходило, ну, нагрев длился 40 минут. То есть нагрев, в принципе, не должен быть быстрый, моментальный. Вносим хлористый кальций в нужном количестве. В нашем случае это 20 миллилитров. Удобно это делать шприцом. Хорошенько перемешиваем молоко и перемешиваем движениями сверху вниз. И оставляем на 2-3 минуты. Далее вносим порошок закваски сухой закваски прямого внесения. Равномерно распределяем все количество закваски по поверхности молока. И оставляем на несколько минут, чтобы закваска регидрировалась или регидратировалась кому как интересно, а попросту, чтобы она хорошенько намокла. Через 3-4 минуты, ну, максимум 5, хорошенько перемешаем закваску. Перемешиваем движениями вверх-вниз, чтобы распределить бактерии, молочнокислые, по всему объему молока. После перемешивания накрываем крышкой и оставляем на 40 минут, для того, чтобы бактерии размножались и сквашивали наше молоко. В сыроделе это называется повышение кислотности. Через 40 минут нужно внести фермент. Независимо от того, сухой или жидкий молокосвертывающий фермент вы используете, за некоторое время разводите нужное количество фермента в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Вносим фермент, тщательно перемешиваем. Засекаем время для того, чтобы определить время формирования сгустка. Но перед этим, вот мы внесли фермент и засекли время. Нам надо определить точку флакуляции или точку начала образования сгустка. Для этого простерилизованную крышечку помещаем на поверхность молока. Как видим, крышечка сейчас спокойно крутится и плавает по поверхности. Каждые 5 минут проверяем крышечку. Наступит момент, когда она прилипнет. Мы вам покажем. Через 7 минут имеем такой эффект. Крышечка прилипла к поверхности молока и практически не двигается. Значит, начал формирование сгусток. Используем мультипликатор или временной коэффициент 3,5. Умножаем 7 минут на 3,5. Получаем 25 минут. Значит, нам надо продержать сгусток оставшееся время. То есть, 18 минут. При этом все время поддерживаем температуру 38-39 градусов. И в это время, друзья, нам надо приготовить 5 литров кипяченой воды, охлажденной до температуры 40 градусов. Потому что далее, после постановки зерна, ну, после нарезки сгустка, говоря простым человеческим языком, мы будем понижать кислотность сыра. Поэтому, если вы готовите именно на этом этапе, ставьте воду кипятиться. И после этого она еще должна до 40 градусов остыть. По прошествии 17 минут сгусток полностью сформировался. На всякий случай проверяем его на чистый излом. Делаем вот такой вот надрез и поднимаем сгусток. Если он разрывается, края излома чистые и ровные, значит сгусток полностью сформирован. Можно приступить к постановке зерна или попросту нарезке сгустка. Нарезаем сгусток вот такими вот полосками шириной 1,5-2 см. Следующие резы делаем к индикулярно предыдущим, разрезая сгусток как бы на столбики. Далее порежем сгусток по горизонтали, используя лиру, либо же ножом, вводя его в сгусток под углом 45 градусов. Нам надо, чтобы у нас получились кубики размером где-то 2 на 2 см. После того, как сгусток порезал, он весь осядет на дно кастрюли. Оставляем его в покое на 5 минут. Через 5 минут зерно потихонечку начало отдавать сыворотку. Начинаем его вымешивать медленными движениями. Если у нас где-то остались большие куски, то разрезаем его шумовкой. Вымешиваем 20 минут, при этом поддерживаем температуру 39 градусов. За это время зерно будет отдавать сыворотку и уплотняться. Мы мешали 20 минут зерно. После этого дали ему осесть где-то в течение 4-5 минут. И сливаем 5 литров сыворотки с 20 литров. Если вы готовите из 10 литров, значит сливаете 2,5 литра сыворотки. После того, как сыворотка слита, замещаем его точно таким же количеством воды температурой 40 градусов. Таким образом мы понижаем кислотность зерна. После этого продолжаем помешивать зерно еще в течение 10 минут. Следим за тем, чтобы температура находилась в пределах 41-42 градуса. После того, как мы вымешивали зерно 10 минут при температуре 41-42 градуса, дали ему несколько минут осесть на дно кастрюли. И начинаем сливать сыворотку до тех пор, чтобы у нас показалось зерно. Чтобы нам удобно было его перекладывать в форму. И естественно приготовили уже форму, застелили ее марлей. Кстати, вместо марлей мы используем очень удобно медицинские шапочки. Продаются в обычных аптеках, ну для посещения больниц. Во-первых, они стерильные, во-вторых, очень удобно в них, ну получается мало складок. Она такой формы, как сказать, сферической, вот, сферической формы. И она хорошо покрывает, то есть если прямоугольную марлю сложно выложить по форме для сыра, то эту сферическую шапочку достаточно просто выложить. После того, как отобрали нужное количество сыворотки, чтобы нам было удобно, начинаем перекладывать зерно в форму. Стараемся уплотнить зерно в форме руками или ложкой, чем вам будет удобнее. Таким образом наполним всю форму. Уплотним сырное тесто в форме, покрываем его марлей, помещаем сверху поршень и прессуем весом 10 килограмм в течение 30 минут. Вот таким вот образом. Мы его, конечно, сейчас переставим под пресс. Через полчаса перевернем сыр в форме. Извлекаем его из-под пресса. Сыр у нас очень хорошо клеится, поэтому можно не переживать. Единственное, что дренажный коврик перемещаем. И помещаем сырок в форму с другой стороной. Ставим под пресс. Теперь уже 15 килограмм на 8-10 часов. В нашем случае это будет на ночь. Завтра приступим к обсушке. На следующий день сыр готов к засолке. Извлекаем его из-под пресса. Вчера, часа через 3, после того, как мы поставили сыр прессовать, все-таки мы побоялись, что марлечка прилипнет. И аккуратненько сняли его. Я боялся, что сыр спрессуется с марлечкой и потеряет свою форму. Но все получилось хорошо. То есть форма восстановилась. Сыр достаточно эластичный. Получился. Вот такая вот у нас головка, кстати. Давайте ее взвесим. Так. Из 20 литров молока у нас получилось 1830 грамм сыра. Но неплохой выход. Теперь, друзья, сыр стоит засолить. Мы приготовили 20% соляной раствор. Сейчас расскажу вкратце, как он готовится. На 1 килограмм соли добавляем 4 литра воды. Нагреваем до температуры 90 градусов. То есть почти до кипения. Чтобы соль хорошо растворилась. Получаем концентрированный или 20% соляной раствор. После этого процеживаем через марлечку. Потому что в каменной соли обычно есть какие-то артефакты. В общем, чтобы они не попали к нам в раствор. Кстати, едированную соль использовать не стоит. Потому что она подавляет рост молочнокислых бактерий. Добавляем 5 миллилитров уксуса и 5 грамм сухого хлористого кальция в этот раствор. Хлористый кальций добавляется для того, чтобы в процессе засолки корочка сыра не замыливалась, не растворялась. Хлористый кальций ее скрепляет. Отправляем сыр на засолку. Солиться он у нас будет 18 часов. Нет, 24 часа. То есть солим из расчета 5-6 часов на каждое полкило сыра. Соответственно, если у вас головка полкило, то 6 часов. Если килограмм, то 12 часов и так далее. Каждые 5-6 часов сыр переворачиваем. Потому что он плавает в рассоле. Для того, чтобы обе стороны просолились совершенно одинаково, переворачиваем его. Рассол можно использовать несколько раз. 3-4 раза. Единственное, что надо помнить, что концентрированный рассол истощается. То есть сыр отдает часть влаги и забирает часть соли. Поэтому после каждой засолки следует добавить пару столовых ложек соли. По опыту, я думаю, на 4 литра раствора пару столовых ложек как раз нормально. Итак, друзья, увидимся через суд. Через 24 часа извлекаем наш баттер кайзер из рассола. Невероятно ароматный сыр получился. Такой запах. Хотя молоко уже не весеннее. Но мне кажется, сыр получится очень вкусный. Далее, друзья, даем сыру полностью высохнуть. Полностью высохнуть это 2-3 суток при комнатной температуре. Желательно, чтобы он не стоял на сквозняке и чтобы на него не летела никакая пыль, грязь. Ну, то есть, где-то в закрытом помещении. Высушиваем до полного высыхания. То есть, если это 3 суток, если в помещении большая влажность, значит, пусть лучше 3 суток высохнет. Не спешите его помещать на вызревание. Определяем этот момент тактильно. Сухой рукой, ну, вот так вот прикасаемся к сыру, естественно, чистыми помытыми руками, чтобы он не вызывал ощущения влажной поверхности. Тогда можем считать, что сыр вызрел. Далее у нас может быть несколько вариантов. Вернее, 3 варианта. Можем покрыть сыр латексом, можем покрыть сыр воском. Латекс и воск можно приобрести в интернет-магазине сырок.ком.юа. Если вы, третий вариант, это делать сыр в натуральной корочке. Тут нужна некоторая сноровка. То есть, если покрываете латексом или воском, то после полного высыхания сырок высох, покрыли латексом или покрыли воском. Видео, как покрывать сыр латексом и как покрывать сыр воском, у нас есть на канале. Можете посмотреть, если никогда этого не делали. И отправляете сыр на вызревание на 4 недели, то есть на 1 месяц при температуре 10-11 градусов и относительной влажности 75-80%. Это идеальные условия. Если вы делаете вызревание в обычном холодильнике, то берете контейнер, чтобы повысить влажность, размещаете на дренажный коврик сыр в контейнере и у вас здесь получается примерно нужная влажность. Естественно, на верхней полке, там где температура повыше в холодильнике, обычно на верхней полке самая высокая температура, на нижней полке самая низкая температура. Если вы хотите, мы будем делать этот сырок в натуральной корочке. Если вы хотите его сделать в натуральной корочке, значит то же самое в камеру для вызревания на дренажной платформе вот такой вот. И каждые 3-4 дня сыр переворачиваем. Если вдруг где-то появляется плесень, протираем сыр вот таким вот концентрированным соляным раствором. То же самое за месяц он созревает. Мне, конечно, больше всего нравятся сыры, созревшие в натуральной корочке. Но тут есть нюансы. Если немного пересушить корочку, если, допустим, будет очень сухая камера для вызревания, как холодильник, то она будет жесткая, невкусная и будет потеря, ее надо будет срезать. Поэтому, конечно, с натуральной корочкой лучше экспериментировать, если у вас уже есть камера для вызревания. А если вы просто будете этот сыр, он будет созревать в холодильнике, то лучше покрыть его покрытием. Дорогие друзья, с удовольствием представляем вам рецепт прекрасного немецкого сыра Butter Kaiser. С рецептом мы его опробовали. Сыр получился классный, поэтому вы тоже пробуйте. Если будут какие-то вопросы, ну, замечательная, просто замечательная головка, такая ароматная. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях под видео задавайте вопросы. Если нет вопросов, то просто давайте пообщаемся, пишите мне чего-нибудь, я вам тоже чего-нибудь напишу. Но самое главное, у меня большая просьба. У нас с Ларисой такая идея, вот, донести, да, как можно большего количества людей, что не надо покупать всякую дрянь в магазине. Сыры, которые продаются в магазине на сегодняшний день на территории СНГ, в большинстве своем это не сыр, а сырный продукт, ну, который сыром не пахнет. То же самое и с колбасами. Поэтому мы вас призываем, переставайте покупать сыры в магазине, готовьте их сами, это просто. И чему я это говорю, делитесь нашим видео. Я хочу, чтобы как можно больше людей посмотрело это видео, и может быть из этих людей один, два, три, а может десять или сто человек тоже подумают, не буду я покупать дрянь из магазина, приготовлю я сам сырок. Мы этим людям в этом поможем, и мы станем немножко счастливее от того, что люди начали готовить свою домашнюю продукцию. Сыры, колбасы, независимо что. Вот, как бы, поэтому большая просьба ко всем, делитесь нашим видео, подписывайтесь на канал. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх, если не понравилось, можете ставить пальцы вниз. И традиционно, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!